Знать, камень-дерево все еще осквернен, равновесие утрачено, но остальные пять восстановлены. Этого может хватить. Должно хватить. Да. Скалы всегда говорили, что настанет день, когда мы будем вынуждены выдать свои тайны. Когда Херма Мора наконец победит. Нет. Мой долг, как шамана, охранять эти тайны, но также и решать, когда настало время выдать их. И я думаю, что время настало. А если я ошибаюсь, пусть предки простят меня. Дай мне книгу. Я прочту ее и сам поговорю со старым Херма Морой. Я позабочусь, чтобы он выполнил свою часть сделки. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы эта жертва не была напрасной. Отец, тебе не следует этого делать. Эта книга, это неправильно. В ней зло. Это против всего, чему ты меня учил всю мою жизнь. Я должен, Фурия. Это единственный способ навсегда освободить Солстейм от теней Мирака. Бывают времена, когда все меняется. Ничто живое не остается неизменным. Не бойся за меня, дочь моя. Такова судьба, которую предначертал мне Всесоздатель. Я буду рядом с тобой, Отец. Как всегда. Я готов ко всему, что мог приготовить для меня злонравный хозяин этой книги. Наконец-то Сеал отдадут мне свои тайны. Отец, мне хватит! Дужец! Нет, я... не... не для тебя! Делай что-нибудь! Драконорожденный! Драконорожденный! Тебе удалось доставить мне дар, который я требовал. Домен я сдержу твое обещание, как и подобает принцу Аблиону. Я даю тебе слово силы, которое понадобится тебе в схватке с Мираком. Ты можешь стать ему достойным противником или его наследником. Это уж как сложится судьба. Отец! Что ты наделал?! Иди! Мой отец пожертвовал собой, чтобы дать тебе возможность уничтожить Мирака и развеять тень его хозяина, которая легла на нашу землю! Иди! Убей Мирак! Не подведи! Мирак! Прощай старый друг. Мы будем скучать по тебе, но не беспокойться. Фрес может направить нас и всё благодаря тебе. Спасибо. 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 Привет тебе, Курин. В твоем туум сила. Садись на меня, и я отнесу тебя к Мираку. Курин. Мирак зелен. Я не знал, что ты придешь сюда. Я не чувствую чего-либо присутствия. Не герои. Как это происходит. Ты зап��터? Ментально! Мирак notes pretty. Как скажешь... Удаль, Уагон. Удаль, Уагон. В Сказу? Да, неужели тебя так легко смутить? Нет, пока нет. Сперва надо поприветствовать нашего гостя. Так, драконорожденные, первый и последний, встречаются в опокрике. Несомненно, этого и хотел Корнеус Мора. Он переменчивый господин, знаешь. Но теперь я освобожусь от него. Мое время в Апокрифе подошло к концу. Ты здесь, у тебя полно сил, и это ключ к моему могуществу. Ты умрешь. Обретя силу твоей души, я вернусь на Солстейм и снова стану хозяином собственной судьбы. Розикрау! Розикрау! Сола сбитую! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Твоя правда Думаю, остальные без меня переживут какое-то время Ладно, если понадобится моя помощь, я буду здесь, в деревне Я отправлюсь с тобой, друг Скалов Но потом мне придется вернуться в деревню Моя мать была из Каалов, но она ушла из деревни, и я родилась в Скайриме Отца нет с нами, и боль утраты никак не проходит Я готовилась к этому всю жизнь Вопрос не в том, готова ли я, а... Знаю, что не стоит так говорить, я должна чтить желание Отца Но не я выбрала этот путь Я всегда хотела стать великой охотницей Или даже старостой деревни Фонари этого не допустит Что касается старшинства Тут у нее хватка железная, как у волка Но это не беда Скалам нужен шаман, и я знаю, что это мое место Сражаться меня учил наш старый вождь, Скаф Великан Мой отец был истинным Скааном И благородным человеком Мой отец был истинным, 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 истинным... Истинным, истинным... Продолжение следует... 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 и услышит ее слова. О, слышащий, это единственный, с кем говорит мать ночи, это величайшая честь, доступная члену темного братства. Наша госпожа мертва и не произносит слова, ибо губы ее сгнили, но слышащий слышит ее у себя в голове, говорят это интимно. Но у нас не было слышащего уже долгие-долгие годы. Наша госпожа не избрала Цицерона, и она, конечно, не избрала Астрид, или кого другого, но однажды... Убивай хорошо и часто! Ну как там старый попрошайка Нарфи? Дело сделано. Он выпрашивал свой последний септим? Поздравляю, хладнокровное убийство голодного попрошайки. Ты просто гроза Тамриэля. Вот твои денежки. До меня отошли слухи... Э, да ты все еще здесь. Что такое? Не как работе... Само собой. Говорят, рудокопы друг другу просто глотки рвут. От такой работы убиться можно. Это мне нравится. Вот твои денежки. Как я могла потерпеть поражение? Я же в конце концов просто... Хорошо. Надеюсь, на лесопилке все прошло без осложнений. А то там занозы, ржавые гвозди, страшная гадость. Твоя награда за отличную работу. Прости, пока нет. Приходи позже. Я-то в темном братстве с тех пор, как вылупился. Я же из темных ящеров, понимаешь? Родился под знаком тени. Вот ведь, да? Слухи быстро распространяются, правда? Проникнуть на место, устранить объект и обставить это как несчастный случай впечатляет. Я скажу, тебе премия полагается. Почему ты на меня так смотришь? Темная брат... Ой, я... Боги мои, вы и вправду здесь. Черное таинство. Оно и правда сработало. Что мне нужно? Мне нужна жизнь Алена Дюфона. Я хочу, чтобы его нашли и убили, как собаку. У меня есть пара браслетов в стиле, который любят благородные в Сентинелле. Когда мы были вместе. Я этого не знала. Но Ален... Главарь банды головорезов. Разможников. Они прячутся в двемерских развалинах. Ральптхаре. Это около Виндхельма. Там у них укрытие. Оттуда они и устраивают набеги. Иди в эти развалины. Найди Алена Дюфона и убей его. На его дружков мне наплевать. Делай с ними, что хочешь. Но Ален должен умереть. Хорошо. Как только Ален умрет, я тебе заплачу. Золото. Я скопила нечто. Надеюсь, этого хватит. Но вообще-то есть еще одно дело. Хочешь послушать? Можешь... Можешь еще кое-кого убить. Не обязательно это не входит в договор, но если бьешь, получишь еще больше денег. Это Нильсен Расколотый Щит. Она живет в Виндхельме. Если Нильсен тоже убрать, я тебя не обижу. Я поехала в Виндхельм, чтобы навестить клан Расколотый Щит. Они мои старые друзья. У них траура. Фриго недавно погибла. Ее убили. Мы с Аленом познакомились в таверне, когда я хотела. Напиться с горем. Он был красивый, очаровательный. Сказал, что я прекрасная Лилия и его мечты. Ален просто исцелил меня от печали. Но оказалось, что все это вранье. Он меня использовал. Погубил мое доброе имя. Поссорил меня с кланом Расколотый Щит. Знаешь, зачем Ален прибыл в Виндхельм? Он прослышал о смерти Фриги. И решил втереться в доверие к скорбящей семье. А потом обворовать ее. Он использовал меня, чтобы добраться до моих друзей. И теперь они все думают, что я какое-то чудовище. Ален Дюфон сломал мне жизнь. А теперь я хочу отнять жизнь у него. А ты не понимаешь? Я была Тови как дочь. А Нильсин и Фриги как сестра. Но теперь они не верят, что я не виновата. Ничего не слушают. Неужели они не понимают, что меня использовали? Что я тоже скорбела о Фриги? Нет. Они со мной обошлись как с мусором. Вышвырнули меня. А если Нильсин умрет, может быть Това поймет, что она потеряла, а? Может быть тогда она увидит, что я такая же дочь, как и другие. А если нет, пусть потонет в слезах. Я сама собиралась убить Аленда. И Нильсин тоже, но струсила. Я даже сварила особый яд. Экстракт лотоса. Может он тебе пригодится? Просто намашем свой клинок, а потом... Ну ты понимаешь. Заставь их заплатить за то, что они со мной сделали.